Всем привет! С вами снова Алина и сегодня мы опять поговорим про лайфхаки, потому что почему-то вы очень сильно любите тему лайфхаков. У меня есть рубрика лайфхаки моделей, там я рассказываю про секреты красоты как раз таки модельной индустрии. Но сегодня давайте обсудим кого-нибудь кроме моделей и поговорим о знаменитостях и о том, какие же секреты красоты есть у них. Сразу признаю, что пока я готовила для вас это видео, я перелопатила просто, мне кажется, какое-то невероятное количество интервью, особенно на зарубежных сайтах, потому что на наших сайтах, по-моему, все время только копируют одну и ту же информацию, но своими словами. Какими же секретами красоты пользуются звезды, потому что да, у них есть деньги для того, чтобы там посещать самых дорогих косметологов в мире, тратить несколько тысяч долларов на какие-то увлажнения и уходы, но я заметила, что они также используют проверенные натуральные средства, вроде, например, не лайфхак, но могу сказать, что многие знаменитости там буквально обмазываются кокосовым маслом, оливковым. И давайте перейдем поскорее к лайфхакам, к тому, чем же пользуются знаменитости. И первая знаменитость, о которой я хочу поговорить с вами сегодня, это Марго Робби, я думаю, многие знают эту актрису по ее ролям. И лайфхак, которым пользуется она, действительно меня поразил, это явно был лайфхак, не какой-то взятый из интернета, она рассказывала о нем в своем интервью, и дело в том, что из-за того, что она блондинка, а кожа у нее загорелая, у нее есть такая проблема, что тональный некрасиво скапливается в зоне волос, и получается некая грязь, и вот она разработала свой лайфхак. Дело в том, что для нанесения тонального, точнее для растушевки тонального в линии роста волос, она использует обычную зубную щетку, либо щеточку для бровей. И знаете, когда я читала вначале эту статью, я перечитала ее несколько раз, подумала, господи, зачем это нужно? Но поняла, что действительно у многих девушек может быть такая проблема, когда волосы светлые, а тональный темный, и действительно может получаться какое-то подобие грязи, и боже мой, мне кажется, этот лайфхак действительно работает, потому что она в буквальном смысле растушевывает тональный, и также было забавно, что в интервью она говорила, что ее муж периодически видит, как она делает эту процедуру, и говорит, девушки, вы просто сумасшедшие существа. Еще один лайфхак, который я подсмотрела у Джессики Альбы, заключается в том, что можно легко замаскировать свои прыщи, если вы будете использовать перед нанесением консилера базу под тени, и в этом есть своя логика. Я знаю, что этот совет взяла она от звездных визажистов, и периодически им пользуется, когда у нее появляется на лице какое-нибудь коварное воспаление, нужно просто нанести на него базу под тени, немножко подождать, а затем наносить консилер и, соответственно, тональное средство, и получается, что кожа выравнивается на нее, лучше садится тональное средство. Я думаю, что это классный лайфхак, главное правильно подобрать базу под тени, чтобы она хорошо ложилась. Не могу сказать, что этим лайфхаком пользуются многие визажисты, но не рассказывают этот секрет, они не рассказывают о нем в своих видео на ютубе, не рассказывают о нем в своих инстаграмах, не знаю почему, потому что я когда спросила у одной из визажистов, почему ты никому не рассказываешь про этот совет, она говорит, ну пусть это останется моим маленьким таким профессиональным секретиком. Ну а Джессика Альба вот взяла и спалила контору визажистов, так что за что ей большое спасибо. И, конечно, когда мы говорим про знаменитости, нельзя не упомянуть ту, которую нельзя называть, то есть нельзя не упомянуть Ким Кардашьян, потому что, ну, какое видео про знаменитости без Ким Кардашьян, и у нее тоже есть свой лайфхак, у нее вообще есть целая подборка лайфхаков, которыми она пользуется, которыми она не пользуется, скорее всего. Но, в общем, во многих ее интервью я встречала такое упоминание, что перед тренировкой, перед тем, как заниматься в спортзале, она наносит на все тело масло и идет на тренировку. Я себе слабо представляю, с какой одеждой нужно это делать и насколько же это неприятно, потому что на тренировках ты потеешь. Но она объясняет это тем, что вроде бы та кожа напитывается, становится более упругой. Я же могу сказать, что понимаю этот лайфхак, если использовать не какое-то обычное масло типа кокосового, а использовать масло массажное, которое там имеет разогревающий эффект. Во-первых, это может помочь вам при тренировках, то есть вы быстрее разогреетесь. Одно время я перед тренировкой делала некие обертывания, шла тренироваться и мне почему-то казалось, что так средство работает эффективнее. Но вот такой вот лайфхак, использовать его или нет, опять же на ваше усмотрение. Следующий лайфхак в свое время наделал шуму в интернете. Многие знаменитости, блогеры тестировали его на себе. Я знаю, что этим лайфхаком периодически пользуется Белла Хадид. В общем, это такой нестандартный корейский способ фиксации макияжа. Дело в том, что сначала на ваше лицо наносятся все продукты для кожи, то есть консилер, база, тональный, какой-то кремовый контуринг. После этого берется рассыпчатая пудра, делается некое подобие бейкинга и буквально на 30 секунд вы опускаете свое лицо в холодную воду. Да, это сейчас звучит дико странно, но самое интересное, что это действительно работает и макияж становится суперстойким, потому что там происходит какая-то невероятная усадка всего вашего макияжа и макияж получается самым стойким из всех, что вы когда-либо пробовали. Могу сказать, что я видела много видео на эту тему и все говорили однозначно, что макияж становится стойким, но это прием далеко не на каждый день. Я думаю, это скорее для каких-то очень важных мероприятий, где вам нужно находиться на них очень долго, но это однозначно прям самый оригинальный лайфхак из всех, о которых я когда-либо слышала. Следующий лайфхак просто крышесносящий и очень странный, и я думаю многие из вас о нем слышали, потому что это лайфхак номер один во всех там странных пабликах про красоту. Этим лайфхаком пользуется Сандра Буллок и могу сказать, что когда у нее появляются отеки, то есть круги вокруг глаз, то есть она чувствует, что здесь образуется припухлость, она использует обычный крем от геморроя. Да, я знаю, это звучит супер странно, но я встречала эту рекомендацию не только от нее, но также от других знаменитостей, от других девушек. И девушки, которые пробовали на себе этот лайфхак, говорили, что он действительно работает, у меня нет такой проблемы, поэтому я не тестировала этот лайфхак. Но первая моя реакция была, блин, как же это звучит странно, а вторая реакция, ну, наверное, здесь есть своя логика. Я пересмотрела в интернете кучу отзывов, и многие девушки говорили, что это старый, проверенный такой бабушкин способ. И могу сказать, что в принципе, как какое-то хардкорное экспресс-средство, когда вам нужно быстро убрать круги вокруг глаз, какие-то припухлости, то можно обратиться к этому совету. Еще один лайфхак, который вы наверняка видели у звездных красоток, это щеточка Форео. У меня лично Luna Mini 2, и я пользуюсь ею каждый день. С ее помощью можно очистить кожу от всех загрязнений буквально за пару минут, достаточно просто нанести на нее свою умывалку и помассировать ее лицо. За счет пульсации, кстати, она также способствует уменьшению отеков с утра, а кожа после нее невероятно чистая и гладкая, и гораздо лучше принимает на себя уходовые продукты, вроде крема и сыворотки. Среди звезд, которые пользуются этой щеточкой, Ким Кардашьян и Худа Катан, которая известна как Худа Бьюти, а также ее часто можно увидеть на бэкстейджах показов модных дизайнеров, ведь с ее помощью можно отлично подготовить кожу моделей для макияжа. Так что могу сказать, что это тоже однозначный лайфхак среди звезд и моделей, который можно взять на заметку, чтобы радоваться чистой коже. Раз уж мы заговорили про масла, нельзя не упомянуть и Хлоя Грейс Морец, дело в том, что у нее жирная кожа, как она заявляет, и она очень сильно любит умываться именно маслом, не обязательно гидрофильным, а любым, например, оливковым, потому что подобное растворяет подобное, и ей кажется, что ее жирная кожа просто в восторге от того, что она умывается маслом, у нее стали менее заметные черные точки, когда она стала использовать этот способ. И опять же могу сказать, что в этом есть свой смысл, я люблю периодически умываться гидрофильными маслами, раньше я просто умывалась обычными маслами, но опять же, если вы хотите попробовать этот совет, то ничего плохого в нем нет, потому что если регулярно протирать, например, я заметила нос с помощью масла, то черные точки, правда, становятся менее заметными, но я лучше для этих целей буду использовать гидрофильное масло, а не какое-то обычное, просто потому что оно легче смывается с кожи, а ощущение, например, оливкового масла на лице мне потом не очень сильно нравится. И если затронуть тему волос, то нельзя не упомянуть Блейк Лавли, потому что ее волосы все время попадают во все топ рейтинги самых красивых звезд Голливуда в том, что касается шевелюры, и я прочитала в одном из ее интервью, что ее мама еще в детстве научила ее перед тем, как наносить на волосы шампунь, наносить на длину майонез. И да, те, кто смотрели мое видео про лайфхаки модели, знают, что модель Сара Сампай наносит на длину волос кондиционер, наверное, с той же целью, что и делает Блейк Лавли. Я не знаю, есть ли смысл, опять же, в 21 веке наносить на длину волос майонез, но только если у вас никакой маски нет, но вроде как обещает Блейк Лавли, ее волосы там супер сильно блестят, после этого не ломаются, потому что так меньше они повреждаются от воздействия шампуня. Но если вы знаете, с чего делается майонез, то вы прекрасно понимаете, за счет чего происходит такой эффект, потому что это растительные масла, и в принципе, по логике вещей, сочетание растительного масла и яиц может заменить это, но это тоже супер хардкорно, поэтому я бы рекомендовала вам использовать кондиционер, но есть такой вот лайфхак у Блейк Лавли. Также я читала одно интервью с Карлит Йоханссон, где она говорила, что периодически использует натуральный тоник, то есть она смешивает немножко яблочного уксуса с водой и с помощью этой жидкости протирает свое лицо. Вроде бы так кожа у нее становится более сияющей, уменьшаются черные точки, она, по-моему, обладательница жирного типа кожи, и ей безумно нравится это народное средство. Да, это сейчас звучит очень дико, потому что в век, когда очень много косметологов, очень много доступных и профессиональных каких-то средств для кожи, пользоваться яблочным уксусом для кого-то может показаться диким, но могу сказать, что даже я обладательница сухой кожи иногда использую этот прием, еще до того, как прошла о нем в интервью с Карлит Йоханссон. Возможно, я не самый большой фанат аромата яблочного уксуса, но могу сказать, что такой вот тоник действительно освежает мое лицо, но я бы не рекомендовала его обладательницам чувствительной кожи, либо пересушенной. И, кстати, сегодня получится, что мы упоминаем актрису Марго Робби два раза, потому что мне понравился еще один ее лайфхак. Дело в том, что Марго Робби говорит, что она никогда не использует бальзам для губ, потому что она считает, что там есть компоненты, которые еще сильнее высушивают губы. Если вы смотрели мои старые видео, то помните, что я тоже, в принципе, так считаю, не могу полностью отказаться от бальзама для губ, все равно его использую. Но вот Марго Робби поступила радикальнее, она отказалась от бальзама для губ, и вместо этого она использует старый добрый пантенол, бипантен. Деск пантенол, в общем, что угодно, что содержит в своем составе пантенол. Обычный крем из аптеки, его можно купить где угодно, и, я думаю, девушки, у которых есть дети, стопроцентно знают, для чего нужен бипантен в жизни еще. Но вот Марго Робби приспособила его для заживления губ, и вместо того, чтобы использовать бальзам, могу сказать, что в этом, опять же, есть своя логика. Я периодически так делала еще до того, как прочла ее интервью, и когда я чувствую, что мои губы просто суперсильно высыхают, я жирным слоем наношу на губы пантенол на ночь, и утром они становятся невероятно мягкими. Следующий лайфхак применяет в своей жизни Сьюки Уотерхаус, и могу сказать, что на всех ее фотографиях у нее довольно текстурные волосы, и в одном из своих интервью она говорила о том, что она использует для мытья своих волос обычную Кока-Колу. Как мы все с вами знаем по вирусным и кликбейтным роликам в интернете, мыть голову Кока-Колой это смертоубийство, волосы склеиваются, но при этом, да, конечно, они получаются текстурными, и вот Сьюки Уотерхаус заявляет, что она периодически моет волосы Кока-Колой, и за счет этого ее волосы получаются более текстурными. Знаете, я считаю, что это немножко сомнительный лайфхак, и использовать его в 21 веке, когда есть средства получше, и Кока-Колой вообще, по-моему, кровь с асфальта смывает, ну, как-то это было бы жестоко по отношению к волосам. Просто какая-то такая звездная блажь, ну, хочется ей использовать этот метод, ну, пожалуйста, я вам просто рассказываю про этот лайфхак, но, конечно, применению я вам его не очень рекомендую, потому что я его не тестировала, и я бы лучше обошлась какими-нибудь более гуманными методами, вроде текстурирующих спреев. И это были все лайфхаки знаменитости, о которых я хотела рассказать вам сегодня. Если вам было интересно, вы хотите видеть такие видео и дальше, то можете поставить этому видео большой палец вверх. Также напишите в комментариях ваш любимый лайфхак, возможно, я не знаю, какой-нибудь секрет красоты, и вы мне про него расскажете, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я стараюсь всегда быть там с вами на связи, во всяком случае, в комментариях, поэтому очень сильно люблю, когда вы там комментируете мои фоточки, комментируете мои сторис, и вообще, я там стараюсь выкладывать что-то из своей жизни. И самое главное, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. С вами была Алина, увидимся в следующем ролике, пока! Мне вот просто интересно, как кто-то вообще сообразил использовать мазь от геморроя под глаза? Как вообще к этому можно было прийти? Как к людям приходят такие гениальные мысли в голову? Мне вот такие мысли не приходят.